Староскольскому военкомату исполнилось 100 лет. В округе этому событию посвятили торжественное собрание. Участие в нем приняли нынешние и бывшие сотрудники военного комиссариата, руководители местных силовых структур и ведомств, представители администрации и ветеранских организаций. Ровно 100 лет назад был образован Староскольский военный комиссариат. Сегодня, как и тогда, основная функция военкомата – обеспечивать мобилизацию и призыв граждан на военную службу. Военком Виктор Анисимов вкратце напомнил историю создания ведомства и рассказал о современных направлениях работы. Поблагодарил коллектив за высокие результаты. Военный комиссариат города является одним из лучших в области уже на протяжении почти 10 лет. Решение поставленных задач вносит и вносил свой вклад весь личный состав военкомата. За это вам огромное спасибо. Сегодня в коллективе военкомата 50 человек. Многие из них на торжестве были отмечены почетными грамотами и благодарностями главы округа, Совета депутатов, а также награждены памятным знаком Староскол – город воинской славы. На сцену пригласили бывших военкомов и ветеранов службы, чтобы вручить им памятные медали Министерства обороны России 100 лет военным комиссариатам. Я сегодня хочу искренне вас поблагодарить за ту кропотливую, чуткую, внимательную работу с призывными, запасными и такими, как я, основными ресурсами. Спасибо вам большое, потому что и на гражданке, и вне стен военных комиссариата мы всегда чувствуем вашу поддержку. Руководитель Союза ветеранов Владислав Полковницын отметил, что за 25 лет жизни в Старом Москоле стал внештатным сотрудником военкомата. Слезная радость от того, что все наши ребята, несмотря на всю неврядицу у нас в России, ходили служить в армию, служили честно, благородно, и никогда ни один Старосколец не приходил с какими-то замечаниями. Были слезы и обиды, и горечи, когда в Москве и два бестолковых министра обороны не понимали, что такое военкомат. Большинство работников военкомата сегодня женщины, а значит защита страны лежит и на их хрупких плечах. Когда я пришла правильно, мне было 18 лет, и мне оказались все военные высокие, вот первоначально, все прямо в тот период, все участники войны, смелыми, отзывчивыми, чтобы понимали нас, женщины. В основном это женщины вели учет, все. Рассылать повестки и забирать в армию – лишь малая часть задач военкомата. Специалисты ведут патриотическую работу с юноармейцами, активно сотрудничают с поисковиками. Иван Домрин почти 20 лет занимался в военкомате вопросами мобилизации и подготовкой призывников к военной службе. Требования сейчас, честно, уже ужесточаются, потому что то, что было раньше армии, что сейчас есть уже отличия. По мобильности, по техническому вооружению, новый ракетный комплекс, новые танки, новое вооружение. Так что очень большое сейчас влияние имеет, чтобы солдаты приходили уже обученными и знали навыки военной службы. Коллективы Дворца культуры «Молодежная», где проходило торжество, подготовили музыкальные поздравления. Анна Семенова, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.